Хей-хей! Всем шаломнички из Грузии! И сегодня я расскажу вам, как в Грузию приехать. Какую сотового оператора выбрать, чтобы по телефону дешево звонить и пользоваться интернетом. Как сделать карточку банковскую. Если у вас загранник российский, это можно сделать в Грузии. Спокойно пользоваться визой, мастер-карт, чем угодно. Ну а если вы из Израиля, как я, то тем более, еще проще. Ну и в целом, как тут все эти бюрократические вопросы порешать для людей, которые сюда приехали надолго, не знаю. Фишка в том, что в Грузию можно приехать на год. Вы это знали? На бесконечное количество времени можно приехать в Грузию. Вот ты израильтянин или ты россиянин, белорус. В Грузии для всех таких стран хороших, она сделала такую штуку. Безвизовый режим на год. То есть вы можете из Израиля в Грузию приехать на год. Никаких виз, никаких бумажек, никаких подач, ничего. Просто ты берешь, покупаешь билет, прилетаешь, тебе штампик ставят в загранпаспорте, и вот ты в Грузии можешь год быть. Тебе не надо нигде отмечаться, тебе не надо ни с кем встречаться, просто ты вот год можешь спокойно тут жить. Можешь тут заниматься бизнесом, чего угодно делать. Тут, кстати, самое лучшее, наверное, одна из самых лучших в мире налоговых систем один процент налоги. Один процент. Ну там до определенного количества денег, огромного. То есть тут очень много людей приезжают заниматься бизнесом в Грузию. Сейчас просто потому, что тут очень выгодно. То есть таких мест практически в мире нет, где такие низкие налоги. Вот, так что вы можете приехать на год, но на самом деле даже на бесконечное количество лет, я тут уже познакомился с многими людьми, которые живут в Грузии, и из России, и из Израиля, и все делают что? Они просто периодически едут в Турцию или в Армению на полчасика, возвращаются обратно, и этот год обнуляется. Называется Visa Run. То есть, по сути, вот этот год у тебя есть, но практически не бывает такого, чтобы если ты выехал из Грузии и снова туда приехал, ну просто границу пересек, попил кофе там где-нибудь в Турции или в Армении, обратно потом прошел, и просто этот твой год, он заново начинает отчитываться. И тут все так делают, и люди тут покупают квартиры в Грузии, и вот так живут. У них нет ни вида на жительство, ничего. Тут, на самом деле, в Грузии единственная сложность это получить вид на жительство, и гражданство это вообще нереально сделать. Но именно, как бы, огромное количество людей, тысячи, десятки тысяч людей, они живут, у них тут квартиры, они делают вот это просто Visa Run, раз в год пересекают границу, туда-сюда, и снова живут. И так вот уже там люди по пять, по шесть лет живут, даже больше. То есть, я видел, просто много комментариев мне писали, что как попасть в Грузию, насколько там можно попасть. Можно попасть на год, но на самом деле на бесконечное количество времени. Это большой плюс этой страны. Ну и еще плюс низкие налоги. В общем, и тут очень дешевые цены на все, очень супер минимальный уровень преступности. То есть, это одна из самых безопасных стран в мире. Это, казалось бы, странно немножко, но это так. Тут полиция друг человека, тут очень безопасно, хорошо, в общем, дешево. Райское место вполне. Ну, есть, конечно, некоторые подводные камни, я про них расскажу в конце видео. А сейчас, как же сюда приехать? Ну, билет вы, я думаю, сможете купить как-нибудь? Просто на сайте покупаешь билет, летишь. Да, важный момент, это телефон. Значит, сейчас есть суперская штука. Я, когда был еще в Израиле, я уже сделал себе грузинский телефон. Каким образом? Есть такая штука, как eSIM, электронная SIM-карта. То есть, мы привыкли, то, что мы SIM-ки покупаем, и вот такие маленькие квадратики в телефон себе вставляем. Сейчас уже новые телефоны все, ну, даже дешевые, просто новые модели, даже дешевых телефонов, они все поддерживают электронные SIM-ки. Что такое электронная SIM-ка? Это такая же, как бы, вместо вот этого квадратика вы просто сканируете QR-код, и ваш телефон, он скачивает данные вот этой SIM-ки. Она у вас просто в телефоне хранится, виртуальная. Это очень удобно. Таким образом, я, в Грузии есть основные два провайдера. Это Magti и Silcom, ну, это вот у которых хорошая, как бы, связь. И интернет дешевый вообще. Вот, соответственно, вы выбираете, какой вам нравится, и вы можете просто по интернету на сайте, вот в Magti, например, на сайте, будучи в Израиле, сделать себе электронную SIM-ку. Я так сделал, и я когда уже прилетел в Грузию, у меня сразу уже был мой безлимитный интернет. Ну, он не совсем там, там есть безлимитный, он тоже стоит, типа, 30 шекелей в таком ключе. Очень дешево. Ну, как бы, по меркам Израиля, тут дешевле интернета два раза. Вот, поэтому, ну, даже, наверное, больше, потому что тут он безлимитный. Тут он быстрый. Тут интернет быстрее, чем в Израиле. Тут везде 5G. Извините, но, как бы, вот у нас, где я жил в Израиле, на севере, я 5G ни разу не видел вообще. Тут он везде. То есть в Батуми. Ты вот гуляешь по Батуми, весь Батуми, он покрыт 5G. Вот я сейчас в нашей деревне хожу, тут я живу сейчас в деревне. Тут везде 5G. То есть интернет тут летает, все шикарно. Вот, поэтому делайте себе виртуальную симку, а оплатить ее можно, опять же, израильской, там, картой, ну, или как-нибудь, там, другой какой-нибудь картой. Не знаю насчет российских карточек. Возможно, с этим могут быть какие-то сложности. Ну, вот, если вы из России приезжаете в Грузию, то вы можете просто эту симку, опять же, ну, можно виртуальную, а можно реальную купить в аэропорту. В аэропорту симку вполне можно взять. Там вот это... В аэропорту, конечно, все дороже, но в плане сим, на симке, мне кажется, это не сильно распространяется. Ну, вот что нужно сделать в аэропорту, кстати. Вот вы приехали в Грузию, что вам нужно сделать? Вам нужно в аэропорту поменять 10, ну, 20 долларов. Не меняйте больше 20 долларов. Почему? Потому что очень плохой курс в аэропорту. Ну, то есть, процентов на 30 хуже. Вы меняете 20 долларов, и вам этого вот так вот хватит, чтобы... На местные деньги, ладно, Ларри, чтобы на такси поехать. Потому что ни в коем случае нельзя в Грузии ездить на такси без приложения. То есть, тут есть приложение, ну, тот же самый Яндекс, например. Тут есть несколько приложений. Я пользуюсь Яндексом, Яндекс.Го. И безумно дешевое такси. Оно тут дешевле, чем в Москве даже. Соответственно, вот я из аэропорта доехал до своего отеля на берегу моря в Батуми. И мне это стоило, я не помню, по-моему, 8 лари. Я слышал, что людей за 50 возят. Вот так вот, если ты просто без приложения, с тебя сдерут 50. А я доехал за 8. Разница как бы в разы. Вот. Поэтому приезжая, имеет смысл поменять сразу доллары, ну, или что-нибудь там, на рубли. Там все меняют. Чуть-чуть совсем поменять, чтобы вам хватило на поездку на такси, и там, может быть, купить какую-нибудь булочку. Потом вы уже в городе по выгодному курсу. Тут везде обмен. Я столько в жизни обменников, как в Грузии, не видел нигде. Такое ощущение, что тут просто вот половину страны занимается тем, что меняет валюту. Удивительно. То есть тут очень много, очень хорошие курсы, просто замечательно, все хорошо. Окей. Допустим, вы приехали, у вас уже есть сим-карта, вы уже довольны такой бурундук. Нужна карточка, конечно же. По-любому вам нужна карточка. Даже вот у меня есть израильская кредитка, но, как бы, когда я ей буду тут платить, у меня будет идти двойная конвертация. Сначала из шекеля у меня будет в доллары, потом из долларов будет в лари, и это называется двойная конвертация. Очень невыгодно. Вы там терять будете по 10, то и по 20 процентов на любой там покупке. Поэтому нужно сделать местную карточку. Благо, они тут дешевые. Эти карточки, они тут дешевле, чем в Израиле, например. Тут карточки, естественно, дебетовые. Но это и хорошо. Но это безопаснее гораздо, так что дебетовые карточки рулит. Есть несколько основных банков. Есть банк в Грузии, есть ТБС, есть еще куча всяких, ну, штук, наверное, даже 6-7. Я, будучи в Израиле, тоже, как умная Маша, решил, окей, можно же дистанционно сделать счет в банке. И я в Израиле заполнил анкету на сайте вот этого банка Грузии. Ну, мол, кто я, что я. Написал там все, отправил, ну, мне отказали в открытии счета. Я не знаю, вряд ли это антисемитизм какой-нибудь. Вот. Вот. Просто там очень строгие, в этом банк Грузии, там очень строгие у них критерии. И, наверное, я со своим таким доходом блогера, который не очень большой, на самом деле, я им не подошел. Ну, или, может быть, там какая-то бумажка не та. Короче, я плюнул на это. И когда я уже приехал в Грузию, я пошел просто в банк, Кредо банк, прорекламирую, но его про него все знают. Это считается самый паршивый, самый ненадежный банк в Грузии. Но это все чушь. На самом деле, этот банк хороший, потому что куча местных людей им пользуются. Если вы придете в любое отделение банка Кредо, вы увидите там очереди огромные из местных людей, которые там вот всячески открывают карточки, берут кредит. То есть местные все им тоже пользуются. То есть, есть такой миф, мол, Кредо банк, он для людей, которые приезжают. Нет, он для всех. И просто они открывают карты, они открывают счета и карты людям без особого придирания. Потому что им это выгодно, люди деньги внезут, везут большие деньги в Грузию, очень часто покупают тут квартиры. И вот этот банк Кредо, он очень хорошо на этом зарабатывает. Поэтому я в этом Кредо банке пошел и открылся счет. Очередь при открытии счета довольно-таки большая была. Это было отделение для экспатов в Батуми. Учтите, что вам будут впаривать какую-то страховку. То есть так, открыть карточку сколько стоит? 45 лари. В год карточка стоит плюс еще полтора, по-моему, в месяц. То есть, не очень дорого по сравнению с другими банками. С тем же самым ДБС, там, по-моему, 120 лари. Но вам будут еще впаривать страховку за 12 лари. Эта страховка не обязательно. Вы скажите, что вы читали, что она не обязательно, потому что вам все равно будут ее впаривать. Ну, как бы, они, видимо, на бонусах все от сотрудники. Поэтому отказывайте от этих страховок, все это чушь. Просто сделайте себе карточку, у нас стоит 45 лари. Все. Больше вам ничего не надо. Единственное, в этих отделениях, даже в отделении экспатов, ждать довольно-таки долго. Я там сидел где-то час, ждал очереди. Но тут лайфхак такой. На самом деле, идти в банк, ну, потом я приехал вот сейчас в маленькой деревне я живу, и тут тоже есть этот кредо-банк. Представьте себе. И вот, когда я туда пришел, в кредо-банк в моей маленькой деревне, ну, как раз я хотел уточнить вопрос с этой комиссией. А, ну, за страховку. Потому что там у них какой-то сбой случился в этом банке, и они эту страховку несколько раз сняли. Ну, потом все исправили, все хорошо. То есть, у всех так было. И вот я пришел спросить и взял талончик, сижу, жду. Ждал целый час. Потом, когда дошел до сотрудника, оказалось, что у них вот во всех обычных банках кредо у них есть специальный человек, который работает с экспатами, с русскоязычными, и к нему вообще очереди никакой нет. То есть, если вы приходите в банк, любой, неважно, кредо, банк Грузии, не берите просто бездумный талончик. Дождитесь, чтобы подошел к вам сотрудник или у сотрудника спросите, типа, вот, я хочу то-то сделать. И он вас, потому что, возможно, у вас вообще не будет очереди. То есть, у меня, где я живу, тут очереди вообще нет для экспатов. Местные стоят в очереди по часу, а там специальный есть сотрудник для вот таких вот приезжих. потому что это такая, как бы, привилегированная категория, считается, что деньги большие привозят в Грузию все. Ну, по меркам Грузии тут все-таки зарплаты не очень высокие у местных людей, но зато очень низкие цены. Тут, в целом, люди достойно живут, хорошо. Вот, так что, так вот, таким образом, я открыл карточку и пользуюсь. Она работает, там сразу же можно открыть счет в четырех валютах, в долларах, евро, ларе, там во всем. И все, и работают свифты, все работает. Так что, можете пользоваться. Но, прежде чем любой там свифт отправлять, лучше узнать, потому что у них иногда они почему-то перестают работать, потом снова начинают работать. Все это уточняйте, есть телеграм-канал в поддержке у этого банка. Ну, у каждого банка, в общем, кредо банк, он такой, конечно, я ничего не хочу сказать, он специфический, у них действительно много всяких глюков бывает, но он работает и все местные пользуются, так что, по крайней мере, доверие к нему есть какое-то. Вот. Дальше. Закончить, чем я хочу? Ну, то есть, вы как бы, вот вы уже приехали жилье снимать, да, тоже, это важный момент. Про жилье хочу сказать, я правильно про жилье отдельно сниму, большое видео, потому что я уже собаку на этом съел, я уже попережать успел и с разными ситуациями сталкивался, но вот вкратце, в целом, скажу, что, если вы приезжаете в Грузию, берите себе на Airbnb на неделю какую-то квартиру, ну, что-то, что вам нужно, что вам понравится, на Airbnb, потому что Airbnb вам, если что-то, какой-то косяк, они вас оперативно переселят куда-то и восстановят вам деньги. В общем, Airbnb, это так, вы там чуть-чуть больше платите, с ним чуть-чуть, зато у вас будет страховка против недобросовестных квартироздателей. У меня было несколько ситуаций, когда мне приходилось возвращать деньги, ну, то есть, мне возвращали деньги. Когда я приезжаю, например, а в квартире нет света, три дня. Вот я сижу там, как бы, получается, я потерял деньги. В итоге, мне вернули деньги и еще нашли мне жилье. Я туда переехал. Так что Airbnb рулит, но там дороже немножко, точнее, сильно дороже, на самом деле, по сравнению с теми ценами, на которых вы тут можете снимать. В Грузии цены на квартиры в три раза дешевле на аренду, чем в Израиле. Ну, вот я с Израилем сравниваю. Сюда можно снять студию за 150 долларов. Все про все. Ну, конечно, это зависит сильно от отопления, например. Да, где-то там включено, где-то не включено вот эти, коммуналка. Но в целом, тут я говорю, в Израиле я снимал за 600 долларов жилье. Все включено. Тут такое можно снимать за 200-250. Ну, вот, в принципе, такое же. Ну, вот сейчас я снимаю, например, квартиру за 300 долларов. Вот, где я сейчас живу. Это офигенная такая студия, красивая, европейская, абсолютно новый ремонт, 300 баксов. И это посуточно я снимаю. Это не долгосрок. Долгосрок я такую сниму за 200. Почему за 200? Потому что тут нет отопления. Самое важное, значит, в Грузии, если вы снимаете квартиру зимой, снимайте квартиру с двухконтурным котлом. Это называется центральное отопление. очень часто в объявлениях по сдаче жилья написано центральное отопление. Под этим важно понимать, что центральное отопление это значит просто то, что есть какой-то котел, который греет воду, ну, чтобы руки мыть, и вот заодно там какая-нибудь батарея, к ней тоже идет горячая вода. Вот, вот, что такое центральное отопление по-грузински. Тут именно такого вот отопления, как в Москве, центрального, такого тут нет нигде. Ну, наверное, практически нигде. вот, поэтому вот это центральное отопление это такая вот фишка именно то, что это не какая-нибудь карма. Что такое карма? Карма это, как сказать, такая штука, в общем, не очень хорошая на самом деле, потому что это такой газовый камин. Очень много тут топится кармы. Это такой дешевый вид вот этого отопления, потому что, ну, не очень просто полезно, когда у вас вот это все горит в доме. Короче, можно тоже с ним дешевле, но он дешевле. Кто-то тут умудряется на кондиционере зимой вытопить. Наверное, в принципе, это можно где-нибудь в Тбилиси, потому что там сухой воздух. Но, например, вот я на море живу в Грузии, и тут кондиционер нереально, потому что тут слишком влажно. Вот. Может быть, есть ли очень хорошая вентиляция и хороший сильный кондиционер новый, и квартира новая, где пока что нет плесни, потому что рано или поздно по-любому заведется. Короче, нужно смотреть. Лучше всего это именно так называемое центральное отопление. С ним квартиры подороже, но тоже можно зайти, найти студию с таким вот отоплением за 150 долларов, плюс коммуналка. Ну, коммуналка еще полпос накиньте. Итого, 200 долларов, хорошая квартирка, маленькая, вот такая студия, где все у вас, там, свой туалет, ванна, душ, кухня, все есть, там, холодильник, стиралка, все есть. Все это стоит, все вместе, 200 долларов в месяц, и прекрасно, и еще и тепло, и хорошо. Вот, так что, такие тут цены. Но тут очень много, конечно, разводят. Очень много разводят налога. С одной стороны, как бы, ты приезжаешь, и многим людям, ну, местные, когда обменивал валюту, я там все тщательно считал, они говорят, вот, ты что ты считаешь, ты меня не уважаешь, что ли? Мы тут никого не обманываем. Ну, конечно, как бы, многие, действительно, есть грузины, которые, вот, реально такие добрые, они вам еще, как бы, и помогут что-нибудь, там, и лишнего дадут, грубо говоря, там, фрукты покупаете, вам там еще что-нибудь подарят. Такие есть. тут очень много кидалов, поэтому будьте аккуратны, проверяйте, вслепую не снимайте. Поэтому лучше всего еще раз, приезжайте на неделю, ну, неделю на две, на Airbnb, на какое-нибудь хорошее, где хорошие отзывы, и оттуда уже смотрите квартиры вокруг, ходите ножками и изучаете, смотрите плесень, если вас, в принципе, устраивает жить с плесенью, можете сторговать цену, как следует, благодаря этому. Ну, лучше, конечно, в общем, просто искать такое нормальное жилье. Вот. Это что-то про съем жилья, но в целом все, да? То есть, как бы, обменников тут дофига, деньги можно поменять, карточку вот вы сделали, у вас есть телефон, что еще штукенция у нас? В какой город ехать? В какой город ехать? Смотрите, Грузия делится на две части. Западная часть около моря, это где город Батуми, Поти, Поти такой портовый город, Батуми это такой туристический город с небоскребами, ну и тут есть маленькие деревушки, их целая куча маленьких деревушек, учтите, что зачастую можно увидеть хорошую такую квартиру, замечательный красивый домик, но вдоль моря идет железная дорога, и может быть, этот домик стоит прямо на железной дороге, так что аккуратно с этим, смотрите на карте, где он находится. Железная дорога, на самом деле, не такая большая проблема, потому что эти поезда, они ходят только там утром и вечером, и их мало, очень мало, в принципе, даже рядом с железной дорогой тут жить довольно-таки прикольно, ну не то, что вот где-нибудь жить на какой-нибудь сортировочной станции в Москве, но тем не менее, учтите, что очень много собак, в Батуми, сейчас их поменьше, но вот в пригородных городах во многих очень много собак, то есть стаями бегают, и это нужно выяснять, прежде чем вы решитесь жить в каком-то маленьком городке, в чат зайдите в Телеграме и почитайте, что люди пишут по поиску слова «собака». Вот, возможно, там бегают стаи, и там люди мучаются с этим и, в общем, выживают, боятся выйти из дома. Я такие, как бы, места встречал, и сейчас живу в таком-то месте, в принципе, тут вот реально многие местные люди, они из дома выходят быстро в магазин как-нибудь, а уезжать, а отдыхать ездят куда-нибудь в Батуми, потому что вот тут, в городе, где я живу, тут слишком много собак, ну и многим просто страшно гулять. Серьезно говорю, вот как бы, вот правда, это не шутка, это я не придумываю. Ну, я, как бы, так как мы со штукенцией, такие боевые ребята, мы только что из-под ракет уехали израильских, поэтому нормально нам с собаками, хотя, конечно, риск, то, что укусят, есть, потому что их тут много, и они в стаях. Вот, это главный минус Грузии для меня. Единственный минус Грузии это огромное количество собак. Они не везде есть. Например, в Батуми собак практически нет. По сравнению с тем, что мы видим в нашем маленьком городке. Ну, говорят, в Двилесе много собак. Ну, что такое много собак? Люди пишут, что в Батуми много собак. Ну, я жил в Батуми две недели, там собак практически нет. По сравнению с тем, что вот я вижу тут. Так что все очень так индивидуально. Возможно, их собирают и выводят куда-нибудь, вот где я живу, например, сюда. Не знаю. Ходят такие слухи. Поэтому, ну, вот учтите, изучайте места. Соответственно, окей, есть прибрежная Грузия около моря и тут очень влажно. Лето тут такое прям хорошее. Люди приезжают, купаются, но вот именно зима, тут она теплее, чем в восточной части Грузии. То есть западная часть Грузии, где море, тут зимой очень влажно, но бывает даже плюс 15 или плюс 18 зимой в декабре. Но очень влажно и порой может быть 0, а 0 плюс 100% влажность, какой-нибудь шторм, вы очень сильно замерзнете. Поэтому тут важно особенно снимать с этим центральным отоплением. Есть восточная Грузия, там где Тбилиси. Там где горе, Тбилиси и вот все остальное. И там очень сухая зима, прохладная такая, там часто 0, может быть и снег вполне такой серьезный. Но там, соответственно, сухо, там не бывает дождей, поэтому там гораздо приятнее гулять. Тут гулять вы будете под дождем. Тут вот около моря, если жить, в западной части Грузии, там даже не по морю, там как бы есть горный хребет в середине Грузии. И все, что вот с левой стороны горного хребета на западе, оно все вот в дождях зимой. Дождь идет 50 на 50. День идет, день не идет, день идет, день не идет. Может быть, допустим, неделя дождь, дожди подряд, потом неделя солнышко. Вот так. Я к тому же привык к этим дождям. Все почти месяц уже в Грузии, вот как раз в приморской части. Почти привык, поэтому для меня как бы нормально. Я дождевик, можно купить резиновые сапоги, гулять. Тут море, красиво. Но тут проблема с собаками, конечно, серьезная, потому что я, ну, не знаю. Я не то чтобы их боюсь, мне они даже нравятся, это весело, но просто их слишком, я столько много никогда не видел. то есть это какой-то зверинец, какой-то зоопарк. Рано или поздно они покусают кого-нибудь. Надеюсь, не меня. Вот, поэтому я не знаю, мне тут оставаться, может я поеду все-таки куда-нибудь подальше, куда-нибудь в центр в Тбилиси, посмотрим. Ну, в целом, это вот где найти себе жилье. Выбирайте, по климату и по собакам. Вопросы? Сейчас будут еще. Вообще, если ты рекомендуешь из Адалия, например, или из других стран приезжать именно в Грузию? Да, я рекомендую Грузию всем приехать, посмотреть. Это очень дешевое место, в котором нет абсолютно дискриминации, тут всем рады. То есть, то, что вы там нужно слышали про русофобию, все это чушь, по крайней мере, вот еще раз, в, будем говорить, западной, прибрежной Грузии я такого ни разу не встречал, никакой дискриминации. В Тбилиси я слышал, там что-то такое есть, ну, мне кажется, как бы, везде есть молодежь, которая вот такая, неадекватная. То есть, люди взрелые, люди там за 30, они все ровные и понимают, что как бы все люди разные во всех странах и под одну гребенку кого-то крести это глупость. Поэтому тут очень хорошо, ровно, к тебе относятся комфортно, самая вкусная еда. То есть, продукты в Грузии просто бесподобные. Только надо стараться их покупать именно в каких-нибудь, ну, на рынке, там они прям вообще вкусные, потому что они с местных грядок. То есть, я таких вкусных овощей никогда в жизни не ел. Просто, ну, и овощи, и фрукты, и виноград, и все это очень дешево. То есть, тут просто, ну, продукты тупо дешевле в три раза, чем в Израиле. Ну, именно то, что вот растет из земли. Молоко стоит столько же, например. Да, ну, может, чуть-чуть дешевле можно взять. По-разному, бывают скидки всякие. Вот, то есть, место такое доступное, безумно красивое, чистое, тут хорошо дышится, если это не крупный город. В крупных городах, кстати, проблема с выхлопом от машин. То есть, очень, тут плохие стандарты на топливо машины, поэтому очень сильно пахнут. Но если вы живете в маленькой деревне, вы такой экологии нигде в мире сейчас не найдете, наверное. Вот, так что, мне Грузия полюбилась, мне тут нравится, прям, идеальное место. Только вот проблема с собаками, их никто не решает. То есть, тут как бы местные власти, они очень дистанцированы, они занимаются чем-то, какими-то своими, видим, делами, я не знаю. Но, по крайней мере, экономический аспект очень хорошо идет, то есть, они очень сильно снизили налоги, создали очень комфортную, удачную среду для инвестиций. Огромное количество людей инвестируют в Грузию. То есть, вот эти небоскребы в Батуми строят турки, и все там покупают квартиры, и израильтяне там покупают квартиры, в общем. То есть, это такое, Грузия, это сейчас отличное место для инвестиций. Еще вопрос у нас из зрительского зала. А сколько денег на месяц? Денег на месяц в Грузии нужно 500 долларов на двоих. Это вот так. Это с жильем, с едой совсем. 500 баксов, и вот вы будете вдвоем сытые, довольные, счастливые поросята. Друзья, пишите свои комментарии, спрашивайте, я буду рад вам подробно ответить, рассказать про всякие другие хитрости. Подписывайтесь на канал, буду ждать ваших мыслей. Целую ваши мысли. Субтитры сделал DimaTorzok